Итак, у меня на канале уже было 5 выпусков про нашествия. Я рассказал вам о нашествии пауков, пчел, саранчи, птиц, и комаров. Ссылки на эти ролики вы найдете в закрепленном комментарии. Сегодня я расскажу вам о нашествии мышей. Поехали! Дело было в Австралии в 1993 году. Весна выдалась дождливой, и фермеры радовались, ожидая хороших урожаев. Так и вышло. Сборы урожаев били рекорды, но была и другая сторона медали. Огромное количество пищи запустило механизм сумасшедшего размножения мышей. Сначала их было сотни тысяч, затем миллионы, а потом и сотни миллионов. Они не только пожирали зерновые культуры, также они угрожали животным. Свиней они кусали, а у появившихся на свет поросят отгрызали конечности, отчего те умирали. Вот что происходило на ферме семейства Лейков. Сначала они просто ставили мышеловки, затем по мере роста количества мышей ставили водные ловушки, и мыши тонули там сотнями. Но это тоже не помогало. Мыши плодились с невероятной скоростью, и скоро их стало целое море. От них просто не было спасения. Жизнь превратилась в настоящий ад. А вот что происходило на ферме Веннингов. Когда хозяйка открыла дверь в сарай, оттуда просто посыпались тысячи и тысячи мышей. Ее свиньи также пострадали от мышей. Но страдали не только животные. Мыши уничтожали здания, выводили из строя технику, перегрызая провода и шланги. Уничтожали посевы. Мыши также являются переносчиками различных болезней. От них просто не было спасения. Поверхность земли будто ожила. Куда ни встань, повсюду мышь. Шесть человек покончили жизнь самоубийством не в силах терпеть этот кошмар. Понятно, что в одиночку фермерам не справятся с миллионами мышей. И власти пришли на помощь. Так как ущерб, причиненный мышами, мог подорвать экономику целой страны. Пшеницу обработали стрихнином. Сбрасывали ее с воздуха и распыляли в местах скопления мышей. Конечно, есть огромный риск уничтожения и других животных. Но выбора не было. В итоге сельхозземли превратились в поля, усеянные трупами. Нашествие мышей, дивившееся почти полгода, закончилось за несколько дней. Мертвые мыши валялись повсюду. Всего было собрано и сожжено более 100 миллионов. С мышами было покончено. Но это не значит, что они теперь не появляются на фермах Австралии. Нашествия продолжаются, но в меньших масштабах. Вот свежие кадры 2017 года. И как мы видим, мышей там тысячи. Хорошо, что это не нашествие вот таких вот гигантских крыс. Только представьте, если бы этих тварей были миллионы. А в 2020 году Австралия подверглась нашествию мышей еще и с воздуха. Миллионы летучих мышей заполонили небо, издавая невносимый писк. К тому же они жутко воняли и создавали гнетущую атмосферу апокалипсиса. Многие впечатлительные люди слегли с инфарктами. Зная все это, хотели бы вы жить в Австралии. Это одна из самых опасных стран. В воде вас поджидают такие опасности, как акулы, крокодилы, ядовитые медузы, осьминоги, улитки и рыбы. На суше опасность представляют прежде всего пауки, коих там огромное количество. И многие из них ядовиты. А также змеи. И случаются вот такие вот нашествия мышей. Ну а на этом у меня все. Покажите этот ролик своим друзьям, пусть тоже посмотрят. Посмотрите и другие выпуски нашествий, если вы их еще не видели. Но я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok